так всем здравия в эфире цель назор снова тут уходит много много пугалок насчет того что в шоколаде там в других продуктах якобы какие-то частицы и магнитятся блин я мне кажется что это немножко своеобразно и ну я скептически скептически к этому отношу но все нужно проверять вот очень мощный магнит вот все к нему прилипает тоже очень мощный хрен их от лепишь железобор неодимовый вот это по моему даже хром селеновый ну не важно очень мощная его для опытов других брал белорусская фабрика элитный шоколад 90 процентов и так далее но понятно батька белорус вообще не могли никак бабаевский бабаевский вот даже не намека вот чтобы вот я могу и конечно же вскрыть не проблема говорят шоколад милка какой-то вот дешевый шоколад вот россия горький но никак другой молочный с миндалем то же самое другой сорт горький вдохновение вдохновимся немножко в обертке никак ну нет только вот если прилипнет тогда да а если не нажимать не знаю видно нет никак то есть не так страшен черт как его молюют не надо прям вот панически бояться я проверял и смеси и все остальное в смесях тоже даже вот детские смеси специально купил детскую смесь при вас открываю тут непонятно как открывать ни разу этим не занимался ну ладно если это протереть тут экспериментов масочка остался и опустите потрясти то должно остаться что то нет только это ничего магнитного я по крайней мере не увидел то есть я не буду транслировать больше страшилки что там находят какие-то частицы пока я думаю сильно переживать по поводу вот этих вот частиц в еде ну не стоит хотя может быть добавляют где-то на западе может быть но в россии наверное слишком дорого в россии обходится обычным уколом графен не так дешев в производстве чтобы его просто вот выкидывать воду добавлять еще куда-то мне кажется что слишком уж страшилки пугают да он опасен да все на самом деле он создан то для чего для того чтобы мозги на резонансе работали с чем-то то есть он сам по себе не опасен генная модификация опасна графен если вот не сильно его концентрацию превышать скажем так может быть даже кому-то и полезен хрен с ним но вот точно мне кажется что все страшилки о том что его добавляют в продукты они не обоснованы поэтому вот в этой части мне кажется можно не опасаться я проверял разные продукты это просто сейчас вот предел был некий опустил этот практически до дна если что-то металлическое было оно бы осталось но он чистый с этого сильного магнита хрен что просто так стрясешь вот путь что-то магнитное вот я трясу он очень сильный вот его не стрясти то есть он чистый значит в этой смеси в этих шоколадках ничего магнитного нет так что переживать я думаю не стоит в этой части можно выдохнуть и расслабиться а в остальном дань все прогнозы в силе ничего не меняется но вот по части продуктов питания я думаю можно не беспокоиться по крайней мере в россии добра я надеюсь это видео было чем-то для вас полезно и и Продолжение следует...